Республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьёй 51-й части 7-й устава ООН, с санкцией Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, я принял решение о проведении специальной военно-операции. ее цель защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам геноциду со стороны киевского режима. 2月24號,俄羅斯总统普京针对乌克兰局勢发表紧急电视直播讲话时表示, 他已决定在顿巴斯地区进行特别军事行动. 普京表示,俄罗斯没有侵略乌克兰的计划, 俄方致力于缓解乌克兰局势, 鉴于北约的不断东扩, 俄罗斯的安全环境不断恶化, 俄罗斯不得已做出这个决定. 您必须 обратиться и к военнослужащим вооруженных сил Украины. уважаемые товарищи, ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние не нацисты захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом. Украинскому народу не выполняйте ее преступных приказов, призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню, все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно подключить зону боевых действий и вернуться своим семьям. 随后,乌克兰总统泽 Лен-Ски宣布 乌克兰全境进入战事状态. 乌克兰全境进入战事状态. Украине. Украина. Украина. Реклама Брюсер-3-5武器 至烏克蘭空軍的軍事基礎設施 防空設備 軍用機場和航空隊 失去戰鬥能力 此前 俄軍在奧德薩成功登陸 駐奧德薩的海軍殘餘艦艇 也遭到致命打擊 Т.С.在幾天前 俄烏衝突就有從對峙 轉為熱戰的苗頭 2月21號 俄南部軍區公佈稱 俄軍當天在於烏克蘭接壤的 俄南部羅斯托夫州地區 發現了一支越境的烏軍破壞 與偵察小組 並與之交火 彷彿一根導火索被點燃 在俄軍公佈事件後不久 俄方就召開了俄聯邦安全大會 多名俄政府高層 以及俄軍將領批評烏克蘭 並表態支持烏東部的 敦涅茨克與盧干斯克地區獨立 普京也發表了一份 措辭強硬的電視講話 指如果烏克蘭加入北約 會直接威脅俄羅斯 隨後他正式簽署命令 承認烏克蘭東部的 敦涅茨克人民共和國 和盧干斯克人民共和國 在丼巴斯又重新增加 重新增加強硬的性格 今天我向您邀請 並不僅僅要考慮 發生的事情 也要討論您的考慮 在這方面的考慮 在這方面的考慮 普京指烏克蘭無法取得穩定 需要依賴美國等外國勢力 甚至由這些勢力管理 影響國家所有層面 形容烏克蘭是美國殖民地 是傀儡政權 普京同時簽署 俄羅斯與這兩個共和國 為期十年的 友好合作互助條約 有關條約賦予俄羅斯 在兩地建立軍事基地 而頓尼茨克和盧干斯克 也可在俄境內建基地 彼此承諾相互保護